12.05 в Кирове. Продолжается программа «Дневной разворот». В студии по-прежнему Владимир Сметалин. Истлан Занько, добрый день еще раз. Мы продолжаем общаться с нашими гостями. Перекидываем мостик из первого часа. Дарья Ткачева с нами, руководитель проектов Молодежного творческого центра, руководитель проекта «Город-выдвижение», на котором мы сейчас, собственно, и сосредоточимся, и начальник регионального отдела Волговецкого филела Государственного центра современного искусства в составе РосИЗО. Добрый день еще раз. И вот сейчас отдельно стоит представить нашего еще одного гостя. Гость из Нижнего Новгорода. Его зовут Артем Филатов. Уличный художник, куратор социокультурных проектов в городской среде. Личность довольно известная. Артем, добрый день. Добрый день. Я много материалов накануне нашел в интернете и много интервью у вас взято. Так что вы личность известная. Смущается меня. Сейчас тема, кому неизвестна, это личность в нашем городе. Мы ее представим как раз. Я, например, не посмотрела, Артем, честно, ваше интервью в силу обстоятельств объективных. Но мы предоставим возможность слушателям пообщаться с вами 211-101, 211-101. Вот в первом часе мы обсуждали, как горожане могут влиять на развитие города, в частности роль студентов, молодежи и каких-то просветительских, культурологических проектов. Меняют ли они город или нет. Интересно то, что люди не выходили в эфир со звонками, но вот нашему редактору Ане Лапшиной высказывали, что о чем вы вообще говорите. Какая там культура, влияющая на развитие города, когда у нас обшарпанные автобусы, когда сейчас тает снег и сами знаете что, и когда открывать глаза в этом городе можно только летом, потому что зелень кое-что это прикрывает, а все вы не о том говорите. Вот, значит, где деньги, значит, где это, где то, а вы со своими проектами. Вы с такой точкой зрения и сталкивались? Ну, она, во-первых, совершенно понятная, потому что все-таки люди зачастую считают, что если, например, какие-то средства активности, там какая-то гражданская позиция, она связана с искусством в общественном пространстве или еще с чем-либо, то, значит, в другом каком-то месте должно убыть, например, там инфраструктура транспорта, благоустройство, ремонт фасадов. К сожалению, это немножко разные вещи. Или к радости, да? Ну, или к радости, да. И вот как показывает какой-то мой именно опыт, это должны быть одновременно ведущие такие вот две одинаковые линии на самом деле. И если сам гражданин, сам активный художник, какой-то человек, который занимается культурными проектами в городе, он останавливается и говорит так, ну, я не могу изменить, чтобы дороги подметали вовремя, чтобы убирали снег, тогда я не буду ничего делать. Таким образом, не произойдет никакого вот этого как раз такой, получается, инициации горожан все-таки в активное участие в том, что происходит в городе. Они хоть в какой-то степени, в той степени, в которой они наиболее чувствуют себя свободно, и они хотя бы могут как-то здесь, ну, как-то работать. Вот. А с Дарей мы уже обсудили этот вопрос в первом часе. Она тоже придерживается такой же точки зрения. Давайте тогда к вашему проекту «Город движения» перейдем и в подробностях расскажем, зачем вы все это делаете. Как я уже говорила в первом часе, проект направлен на то, чтобы средствами современного искусства, именно с помощью жанра видеотанец, повлиять на восприятие горожанами собственного города. И поскольку у нас участники нашего проекта – это люди, не являющиеся профессиональными художниками, то есть это люди, которые кто-то в первый раз взял в руки камеру или телефон, кто-то в первый раз практикует какие-то эксперименты с телом, с движением. То есть мы все вместе учимся, и наша главная задача – научиться через предоставленные инструменты, видео и танцы, для себя осознать, что для нас город, как мы себя ощущаем в этом пространстве, и постараться как-то адекватно передать это через видеоработу. И итогом проекта станет выставка наших видеоработ и проекции этих работ в городской среде. То есть мы обращаемся к городу в таком диалоге и замыкаем этот диалог через презентацию наших работ в городской среде. И, конечно, для нашего проекта, поскольку это очень новая тема, большое значение имеет проспетитическая деятельность. Есть и отдельное направление этого проекта, связанное именно с такими лекционными событиями, направленными на раскрытие, более широкое представление о том инструментарии, который есть на сегодня в современном искусстве. То есть есть мой авторский курс лекций про искусство в городе, где я рассказываю вообще про историю паблик-арт, о том, как происходило вообще вот это взаимодействие. И есть серия приглашенных лекторов, узких специалистов в каком-то одной области, которые рассказывают о каких-то нюансах, ответвлениях в данном вопросе. И вот Артем Филатов, как уличный художник, будет нам сегодня вечером в инженерии в 7 часов говорить о том, что такое, что очень важно, применительно именно к нашей отечественной реальности, еще более важной, не московской, а региональной реальности, что такое уличный художник, как существует, что может сделать художник для городской среды. А дальше у нас в программе следующие события будут и про видео-арт отдельно, как вид искусства, и про современную хореографию, и про перформанс. То есть мы будем разбираться со всем тем, что может пригодиться и нашим участникам в создании своих работ. И будем знакомить горожан с тем, что существует на сегодня в современном искусстве в контексте работы с городской средой. С городской средой. Сегодня еще раз в инженериуме. Во сколько? В 19.00. От какого возраста доступны эти лекции? Ну давайте ограничим 16+. 16+. Хорошо. Свободный вход, соответственно, да? Да, конечно. Инженериум — это вот здесь, на улице Энгельса. Пребраженская, 41. Пребраженская, 41. Свободный вход. Пожалуйста, сегодня вечером. Но надо сказать, что все лекции, в общем, о свободных входах. Да, конечно. Я понимаю. И можно посмотреть, где анонсы этих лекций. На сайте Молодежного творческого центра. И можно найти странички нашего проекта в Фейсбуке и ВКонтакте. Город движений. Ну, к Артему надо перейти сейчас. О чем будете сегодня рассказывать, Артем? Ну, у меня есть такая, в каком-то смысле, универсальная лекция, которая вообще рассказывает о том, почему Нижегородское уличное искусство является каким-то уникальным феноменом в области современного искусства в России. Но для меня очень важно, вот тоже в контексте именно кировской ситуации, сделать акцент на работу именно с жителями, с людьми, которые зачастую находятся за пределами производства самого искусства. Мой проект, который я делал в Нижнем Новгороде, он как раз посвящен проблеме сохранения исторической застройки. Как известно, зачастую эту застройку не щадят. Это актуально для нашего города тоже, да, более чем? Да, это актуально для любого, на самом деле, исторического города, тем более такого красивого, как вот Киров. И зачастую людям приходится просто как-то выживать, защищать свою собственность, иногда своими силами хоть как-то поддерживать жизнеспособность своих домов, в том числе, которые, может быть, даже построили их предки. И наш фестиваль с помощью художников, коммуникации вместе с этими жителями делает художественные высказывания, чтобы как-то повлиять на эту ситуацию, показать и промаркировать эти пространства как определенные достопримечательности. Ваш фестиваль? Да. Это фестиваль, который проходит в Нижнем Новгороде? Да, фестиваль называется «Новый город древний». И в нем совершенно уникальная особенность заключается в том, что уличные художники не выходят на улицу и не тыкают в любой поверхности, говорят, я здесь буду делать свою работу. Я не иду в администрацию, не говорю «Здравствуйте, можете дать нам, пожалуйста, две стенки?» А мы проводим большое собрание, большой сбор, такую программу сбора заявок от активных жителей города, которые живут именно в деревянной исторической каменной застройке, которые как раз присылают свою информацию, фотографии, историю. Мы с ними встречаемся, изучаем, делаем интервью, собираем какие-то архивные материалы. Все это вместе собираем, общаемся с художником. Мы, в общем, являемся такими посредниками между настоящими активными такими жителями и художником, который готов, несмотря на свои все-таки какие-то художественные амбиции, сотрудничать, работать и даже изменять свою работу, чтобы все-таки интимное, личное пространство этого активного жителя, оно не было нарушено, да, и все-таки работа прижилась. Таких примеров, на самом деле, у нас достаточно. То есть за три года фестиваля мы сделали где-то 12-13 работ, и они очень хорошо прижились в городе. Работа прижились в городе, что это значит? Они были встречены с энтузиазмом или они как-то повлияли на дальнейшую судьбу этого исторического здания? Вот очень сложно, к сожалению, говорить о том, насколько они могут повлиять, не повлиять, потому что, с одной стороны, застройка вот такая уплотненная, она приобрела совершенно другие какие-то формы, да. С другой стороны, мы именно с помощью вот этих активных уже жителей, которые, возможно, уже достигли определенного успеха в защите своих домов, пытаемся показать, потому что такая была... Иногда нижегородские депутаты могли себе позволить говорить о совершенно хороших домах, памятниках архитектуры, объектах культуры, наследия, гнилушке, никто там не хочет жить, надо там все снести, то есть это никому не интересно. Мы хотели, наоборот, повлиять и показать, нет, смотрите, есть люди, которые живут в этих домах, они не собираются из них выезжать, и это значит, что с этим можно работать. Можно исходить не из-за негативного какого-то фона, а работать сразу же с конструктивным фоном. Вот это очень хорошая история для того, чтобы задуматься на полминуты и сделать перерыв. Продолжаем наше общение. Дарья Ткачева, руководителем проекта «Город в движении» с нами, Артем Филатов, уличный художник и куратор социокультурных проектов в городской среде. Сегодня Артем выступит с лекцией в инженерии. Начало в 19.00, вход свободный. Я тут параллельно пытаюсь искать в интернете работы Артема, непосредственно в Нижнем Новгороде. А сколько работ у вас лично? Ой, очень трудно даже сказать. Я могу сказать, сколько работ примерно... А что это за объекты? Насколько они большие? Что это за здания? Ну, в основном, конечно, это жилые здания, если говорить, я не знаю, про мои работы. Фестиваль, конечно же, когда был фестиваль уличного искусства, это, конечно же, были все жилые здания. К сожалению, например, одно из этих зданий сейчас расселено. С ним такая очень сложная ситуация. Но зато я могу сказать, что муниципальная власть пошла как-то навстречу активистам, которые отстаивают существование исторической застройки, и разрешила им законсервировать это здание, и уже дальше разработать проект. Что же с этим зданием делать? Нельзя его просто закрыть и сказать, да, мы хотим его сохранить, пусть течет крыша, и все будет нормально. Нужно придумать, что с этим зданием делать. У активистов-то есть свой взгляд? Свои мысли по поводу того, что там можно организовать? С одной стороны, да, конечно, есть. И они сейчас привлекают специалистов из других регионов в том числе, где, например, это было как-то более успешно. Будь то Ижевск или Томск, или даже люди из московских каких-то организаций. Но, тем не менее, все равно им нужно будет придумать собственный какой-то формат переосмысления будущего этого здания. То есть нельзя просто взять Ижевский опыт, сделать там сувенирную лавку, которая... А в Ижевске это сувенирная лавка сделана? Ну да, легко. В историческом здании можно построить магазин, сувенирную лавку и туристы. Антикварный какой-нибудь? Антикварный, ресторан. Можно сделать все, что угодно. В нижегородском контексте, конечно же, нужно придумать какие-то более долгосрочные, сложные какие-то варианты. Ну, работа, видимо, идет сейчас в данный момент. Работа идет. Тем не менее, сказать, насколько она продуктивна или нет, достаточно тяжело. Хотя тот факт, что градозащитники общаются с администрацией, выходят и задают вопросы губернатору, еще что-то, это, конечно, прецедент. Потому что раньше власти не совсем слушали этих людей, потому что им казалось, что они занимаются какой-то глупостью. А когда в Нижнем, кстати, этот процесс начался такой активный? Наверное, градозащита именно у нас активна с 90-х годов. Но прям по-настоящему в какой-то именно организованную форму градозащита организовалась, наверное, лет 7 назад. Может быть, чуть больше. Когда сносили один из домов, совершенно отреставрированный, в совершенно прекрасном состоянии. Застройщик выкупил и смог выгнать оттуда предыдущих собственников. Здание кирпичное, очень серьезное, прекрасная крыша. Его хотели уже сносить, а градозащитники встали в пикет, они баррикадировали бульдозеры, баррикадировали движения вокруг дороги и тем самым смогли хотя бы на 6 месяцев предотвратить снос. Но в итоге, к сожалению, застройщик был аффилирован с администрацией, и все равно это здание было снесено. И что сейчас там на этом месте? Сейчас там пустырь. Пустырь? Сейчас там пустырь, но у нас подобные вещи... Планируется высотка наверняка. Это очень даже тяжело сказать, потому что иногда такие вещи, они застревают во времени на десятки лет. Легко вообще представить, что был целый район, там люди жили, их куда-то переселили, а потом на протяжении 5-7 лет там может легко стоять синий забор. Синий забор в Нижнем Новгороде это такая... Символ. Да, это символ того, что неизвестно, что вообще происходит. И синий забор иногда стоит 8 лет просто на одном и том же месте, закрывая просто километры. Да, ну такая история, я не знаю, можно ли даже сказать, что у нас такая история сейчас развивается. Я знаю, что очень многое пишут про исторические издания, в том числе упомянутый нами уже Антон Касанов. И мы свои программы «История создания» тоже поддерживали какую-то просветительскую работу в этом смысле и пытались внести изменения в правила городские по поводу исторического центра. Но я что-то не вижу, чтобы с историческими изданиями что-то происходило в позитивном смысле. Я думаю, это вообще связано... Очень много факторов на это влияет. Я тоже краем глаза подглядываю за ситуацией в Нижнем Новгороде, которая происходит. То, что там со стрелкой сейчас совершенно замечательная в кавычках история. И сравниваю то, что здесь в Кирове. Конечно, в Кирове нам в разы всё, скажем так, и проблема, может быть, не так остра, как мне кажется, потому что у нас не так много этого исторического фонда, если сравнивать с Нижнем Новгородом, просто по размерам, да. И, конечно, активность нашего каких-то градозащитных... Их просто единицы этих людей, которые как-то могут по этому поводу высказываться, это очень мало, это очень неактивно. И это ни в коем разе там не чья-то там вина. Это просто как бы... Вот на данный момент это так. В Нижнем Новгороде всё-таки там вообще вокруг архитектуры, в том числе и современной архитектуры, движение намного активнее, чем у нас. То есть, например, там, мне кажется, большую роль играет вот тот же там рейтинг архитектурный, который вокруг себя объединяет и архитекторов, и активистов, и они активно участвуют в этом градозащитном движении. То есть у нас внимание к архитектуре как таковой крайне низкое. Не только к историческому, к современной. То есть у нас никакого общественного обсуждения, нет архитектурных проектов. Ну, сейчас уже есть. Последние два градсовета, они такие яркие были. Значит, какие-то начинаются зачатки. Это всё с подачи нашего нового сети. Это всё связано. То есть насколько вообще артикулирована, вербализирована архитектурная среда и то, что в ней происходит, и городская среда вообще. Ну, вот вашим проектом «Город движения» я так понимаю, что вы пытаетесь не просто привлечь людей, которые уже заинтересованы, они поучаствуют в этом проекте с удовольствием, как они всегда это делают, но и вовлечь как раз тех, кто не разбужен ещё был этой волной, людей, которые могут посмотреть на свой город по-другому и, возможно, принять участие в его судьбе, а не только там жаловаться, например. Или вообще ничего не делать, не жаловаться. Я вообще воспринимаю наш проект не как какой-то, что мы что-то такое сделаем, что в корне поменяет ситуацию. Вовсе нет. Это проект и экспериментальный, и он, скажем так, для меня не нацелен на какие-то скорые решения. Он, скорее, создаёт некую культурную базу, какой-то фундамент, из которого дальше может что-то произрастать. Надо сказать, что Артём очень здорово повлиял на наш проект. Когда я ещё готовила заявку на фонд президентских грантов... Да, надо сказать, что проект не просто так. Его оценили в фонде президентских грантов, и проект имеет возможность существовать в том числе благодаря этому. Да, конечно. И когда мы обсуждали проект с нашим партнёром, связанным с государственным университетом, в контексте их проекта «Квартал-119», мне этот проект был очень интересен именно с точки зрения, что университет пытается создать некий идеальный квартал, то есть такая точка приложения экспериментов в области урбанистики, причём квартал, который объединяет и кампусы университетские, и жилые дома. И мы разговаривали, был, конечно, большой соблазн именно увлечься темой вовлечения реальных людей в работу над какими-то проектами. И когда я, будучи в очередной командировке в Ниженовгороде, обратилась к Артёму с советом, как же всё это делает, потому что действительно у них очень плотно эта работа происходит, и мы пообщались, я поняла, что за такие темы нельзя браться с наскока и пытаться решить быстро. Это настолько тонкая работа по установлению коммуникации, выяснению, как эта коммуникация в конкретно взятом доме устанавливается, откуда, какие точки входа там есть, что мы пока на данный момент решили ограничиться каким-то определённым функционалом, функционалом, допустим, темой видеотанца, начать вообще в нашем городе разговор про городскую среду не с точки зрения прикладных каких-то моментов, лавочки, урны и освещение. Да, 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 а вообще поговорить про восприятие, вообще про искусство в городской среде, а вот дальше на базе того, что мы сделаем, того разговора, который мы с вами сейчас уже ведём, вот дальше можно будет уже работать и вглубь, и вширь, и для квартала 119, я думаю, появятся какие-то новые возможности, новые выходы на работу со средой, с людьми, и самое главное, чтобы такого проекта, я уверена, что будет, и мы тоже постараемся, чтобы было какое-то продолжение. Ну да, только надо напомнить, что квартал 119 вошёл в число приоритетных социальных проектов, возникших снизу, вот сейчас входит в состав площадки «Киров меняется», который вот на прошлой неделе, о создании которой анонсировал Илья Шульгин. Кстати, Илья Вячеславович, это словосочетание сходу так прям придумал? Он не придумал, он предложил как-то её назвать, эту площадку. Например, сказал он по ассоциации с проектом, который есть по ЖКХ, но просто оно было подхвачено уже в СМИ и похоже, а само по себе закрепилось. Закрепилось, но, то есть, по крайней мере, уже главы города говорят, что да, мы обратили внимание на этот проект 119, дальше будет во взаимодействии с общественностью, в том числе с ВУЗом, естественно. Это как раз та ситуация, про которую говорит Артём, что должны вот эти процессы идти параллельно. То есть одно дело ЖКХ и, как говорят, вот эти практикоориентированные направления, связанные с дизайном, с доступной средой и так далее. Другое дело общественная деятельность в этой области. И совсем другое дело искусство и культура в этой области. Вот когда всё это вместе идёт, не перекладывая на чью-то отдельную голову, что это вы занимаетесь или это вы занимаетесь, вот эти процессы просто идут, вот тогда можно надеяться, что какие-то реальные изменения в городе, в городской среде в отношении жителей к этому городу будут происходить. Вот, коллеги, кстати, можно с вами обсудить ещё одну историю, о которой начали говорить в перерыве, пока одни гости сменяли других гостей, нашли пересекающиеся темы насчёт культурных пространств. Я вам сказала, что сегодня звонил Уфсин в редакцию нашу и говорил, что это у вас тут написано, что Уфсин уже, значит, рассматривает вопрос о переносе тюрьмы из черты города. Говорит, кто это вам сказал? Такого нет ничего, потому что это очень сложный процесс, это решается вообще не на нашем уровне, а на федеральном. Очень нужны деньги для этого, потому что тюрьма должна такая, такая, такая себе быть, вот, и поэтому об этом речи пока не идёт. Но она, эта речь зашла на площадке, речь об этом зашла на площадке «Скажи, что не так», доорганизован общественной палаты Российской Федерации, потом была подхвачена на рабочей встрече у Ильи Шугина, нашего сети-менеджера. Речь идет о том, что городу необходимы новые, серьёзные и обширные культурные пространства. Поскольку даже вот слушатели нам звонили и говорили про галерею прогресса, от чего вся пошла история, что она уже в том формате, в котором работает, исполнила свою функцию. В этом месте, в таком объёме и требуется другое пространство, более расширенное, комплекс какой-то. И Даша тут же в перерыве подхватила, что да, это должен быть буквально какой-то культурный кластер в городе, который включает в себя и галереи, и мастерские, и концертные площадки, и ещё что-то, и ещё что-то. Это то, что, кстати говоря, и Дмитрий Шеляев поддерживал. И вот этот мой вброс, такой достаточно провокационный «На площадке, скажи, что не так насчёт тюремного замка», я честно вам скажу, что это была такая с моей стороны провокация, но иногда совершенно имеющая определённую основу. Во-первых, потому что тюрьма в центре города — это уже какой-то просто даже не прошлый век, я не знаю, что это такое. А во-вторых, потому что это всё-таки историческое здание 1836 года, постройки, имеющие коммуникации, имеющие все необходимые обоснования для того, чтобы превратиться во что-то нужное людям и интересное. И третий повод, почему я это сказала, я просто по утрам бегаю в Александровском саду и по набережной, и очень классно ты забегаешь на спортивную площадку, а там стоят такие пацаки, в трикошках курят вот эти штуки, я тут двумя пальцами показываю, и пытаются посмотреть за стену тюремную, видать своего, не знаю, кого они там высматривают, собаки лают, и вот это всё в центре города, куда водят экскурсии, гостей нашего города, и мы сами там с детьми и пожилыми родителями прогуливаемся. Вот и вся инициатива. Но УФСИН говорит, что нет, нет, они не рассматривают эту историю, они пока не получали никакое по этому поводу предложение, а тут сразу же, Артём, слушая всё, нас всех слушая, стал сразу же гуглить, что такое тюремный замок в Вятке. Вообще, Артём, как вы думаете, давайте вот пофантазируем через полторы минуты, буквально тоже минуты на две, возможно ли такой инициативе снизу вдруг сделать так, что тюрьма исчезнет из черты города, а на её месте вырастет культурный кластер. Через полторы минуты. Артём Филатов, уличный художник и куратор социокультурных проектов в городской среде из Нижнего Новгорода. У нас в студии вместе с Дашей Ткачёвой мы обсуждаем проект «Город движения», и до перерыва у Артёма спросили, а как думает Артём, возможно ли при вдруг такой инициативе снизу, при каких обстоятельствах, чтобы бац, так, и тюрьма из черты города была вынесена, на её месте в старинном здании появился культурный кластер. — Ну я вообще на самом деле вот так осторожно скажу, но я думаю, что это всё равно понятно. Во-первых, тюрьма в центре города — это такая вещь, которая сразу же показывает на историю города. — И всего региона, я бы сказала. — На самом деле в этом есть определённый смысл, и не только с точки зрения как бы устройства городской среды, но и с точки зрения того, что зачем как бы точно таких же людей, как и мы, нужно обязательно выносить в какие-то как бы другие пространства за город или на черту города, когда они могут, ну я надеюсь, что в хороших условиях, я не изучал и не знаю, быть прямо в центре, быть, находиться точно так же внутри цивилизации, внутри какого-то социального процесса. — Сейчас мы говорим о заключённых там или подозреваемых, которые содержатся в СИЗО. Вы говорите о том, что то, что они находятся, несмотря на то, что изолированы, но всё-таки в городе, может быть, лучше, чем если бы они где-то были уже там в лесу. — Да, потому что это одна из частей как бы проблемы вообще любых таких учреждений в мире вообще, не только в России, да, о том, что как бы как происходит социализация. Она не происходит через то, что они работают и делают практически бесплатный труд, но вы понимаете, сколько они получают за швеи или же… — Но это только СИЗО, надо понимать, да? — Да, конечно. — Никого нет. — Вот. И когда мы говорим о каком-то переосмыслении подобных пространств, в которых уже была такая работа, нужно понимать разумность вообще именно таких поступков. У нас вообще какие должны быть цели и задачи у будущей какой-то культурной институции. Если она решает конкретно арендные задачи как бы собственника и там ведет туда рекламные агентства, какие-то креативные пространства, кафе и все остальное, ну, это одна задача. Если она решает какие-то другие вещи, что есть реальные проблемы с каким-то определенным зданием, с определенным районом, есть какие-то местные сообщества, есть какие-то ситуации, которые нужно полностью разжевать и полностью к ним прийти. Именно вот на стыке именно таких вещей и появляется какой-то вот именно успех. Так что здание, которое раньше, например, пустовало или находилось в таком удручающем состоянии, что все думали как бы лучше быстрее от него как бы избавиться, оно бах и приобретает культурную ценность именно благодаря каким-то непрямо коммерческим практикам. Конечно же, вот здесь один из самых лучших примеров это вот наш Ниджегородский, это волговецкий филиал ГЦИ в составе РосСЗО, который находится в старом здании Арсенала, просто в центре Кремля. И это достаточно странно, знаю все-таки, что существует до сих пор какое-то неприятие и определенные стереотипы с точки зрения, что такое современное искусство. Это в том числе тоже на руках самих художников, нужно понимать, что это двусторонняя ситуация. И при этом это все равно огромная популярная институция. Люди сюда идут в выходные, в будни, там постоянно есть какая-то программа для детей, для подростков, для взрослых. Там есть вещи... В Кремле, правда? Это прямо вот там на возвышении? У них есть огроменное желание работать именно с теми потребностями, создавать те культурные потребности у населения, которые могут только они обеспечить. И это уникальная ситуация. То есть они прекрасно заняли, благодаря... Ну, конечно, это долго создавалось. Около 20 лет, но тем не менее, все равно, по итогам они пришли именно к такой форме, когда они не являются именно, грубо говоря, носителем какого-то уникального знания о культуре, современности. И ее нужно назеждать, как вот в Перми делал, например, Марат Гельман. А нужно осторожно работать с людьми, какие-то вещи очень долго разжевывать. Работать с детьми, которые как раз вот... Вы будете продолжать, возможно, работать в ГЦСИ, а они уже придут взрослыми со своей женой, может быть, даже с молодым ребенком на вашу выставку через 15 лет. Поэтому это очень такой долгий процесс, и он очень внимательный. Вот очень хорошо, что мы сотрудничаем. У нас, на самом деле, очень много общего между Нижним Новгородом и Кировом. Я поддержу эту тему. Действительно, подходя к вопросу создания какой-то институт, нам будет очень важно подумать о том, что будет в этом месте. То есть это не просто набор каких-то организаций. То есть очень будет важна какая-то смысловая нагрузка у этого пространства. Если мы говорим, например, про тему тюремного замка, тема ссыльных, ссыльная тема для Вятки — это далеко не последняя с точки зрения всекультурного ландшафта. По большому счету, почти все значимые культурные персонажи, они попали сюда, как правило, не по доброй воле. И что и Герцен, и Залтыков, и Щедрин — все отбывали здесь ссылку. И вот этот процесс необходимо как-то отрефлексировать. И в том числе это может происходить через освоение тех городских пространств, которые можно осваивать. Это действительно очень важный вопрос. То есть нельзя подходить просто, что мы хотим делать то-то, то-то. Важно всегда это делать через призму понимания именно локальной ситуации, местной ситуации. Нужен ли нам такой кластер вообще? Неважно, в тюремном замке или нет. Я думаю, он нам нужен с точки зрения развития вообще вот этой индустрии, если воспринимать как индустрию. Потому что на самом деле существует в городе достаточно много таких небольших инициатив творческих, которые надо поддержать. Потому что, как мы говорили в перерыве, ресурсов у региона немного. И один из важнейших из этих ресурсов — это человек, это культура, это история края. И если мы не поддержим тех, кто хоть как-то с этим работает, кто в состоянии с этим работать, говорите об этом, делайте какие-то проекты, то мы просто не используем огромный ресурс, который можно использовать для развития территории. Еще всегда можно начинать, на самом деле, с маленького. Если есть какое-то пространство, которое обладает огроменным потенциалом, какой-то ценностью, то можно туда прийти и сделать какой-то первый всплеск, подумать о нем, поработать с ним хотя бы на какое-то короткое время, на два месяца или еще что-то. Подобное мы сделали как раз в заброшенном здании бывшего музея Нижегородской интеллигенции. Здание является объектом культуры наследия, охраняется государством, при этом там нет ни воды, ни электричества, ничего. Там очень сложная, конечно, ситуация с ним. И мы просто как раз пришли и открыли там выставку для того, чтобы открыть впервые, наконец-то, двери за четыре года и сказать, мы хотим как-то переосмыслять и что-то как-то с этим работать. Артем, полминуты. Да, и это было встречено очень, ну, как бы с большим радушием. Я думаю, что это намного как раз интереснее, когда ты уже, у тебя уже есть какая-то информация, нежели там ты идешь по улице и на каждом переулке там музей мороженого, музей шоколада или еще что-то. Спасибо большое. С Артемом Филатовым напоминаем, да, вы сегодня можете встретиться и пообщаться в инженер-вьюме, начало лекции Артема в 19 часов. Спасибо за эту программу, за этот разговор Дарья Ткачева и Артем Филатов, наши гости. Программа «Дневной разворот» завершается. Владимир Сметанин, Светлана Занькова. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова